Лепший детячий стоматолог Краины живе и працуе в Пинску. Как познаемиться с пероможцей республиканского профессийного конкурса, наши корреспонденты отправились в Пинскую детячую стоматологичную поликлинику. Вот так с душевной тепленью и с чиростью начинается размова урача-стоматолога Вольги Гулюк с кожным маленьким пациентом. Больше как два года тому сюда, в детячую стоматологичную поликлинику Пинска, по размеру, после Белорусского государственного медицинского университета пришла урадженка Барановича Вольга Гулюк. И сразу стала видна профессия, которую девчина в литеральном смысле упитала с молоком мать, была обрана не выпадкова. У меня просто мама работала в стоматологии и работает в главной медсестрой. Я постоянно с самого детства проводила время, у меня на работе, напитала за всем. Поэтому у меня не было ни страха к этой профессии, даже интерес. Я же иногда помогала поднести ломбочку замешанную. Два года працы на корысть здоровой усмешки маленьких пиншуков термин для досконалого досвиду и невелики. Однако, как показывает практика, этого было достаточно, чтобы молодого специалиста обрали лучшим детячим стоматологом краины. Впервые в нашей республике проводился конкурс лучшего детского стоматолога в этом году. Нужно было пройти два этапа, теоретический и практический, и мы выбирали победителей. Вот получилось такое звание лучший детский стоматолог. У своих досягнениях молодой урач не видит ничего из высшесобливого. Кажет, что просто продемонстрировала то, что спастигла в университете, а затем на праце. Однако профессионализм специалиста поспели оценить не только журы конкурсу, но и сами пиншуки. Нам очень нравится этот доктор, отзывчивая, грамотная, знает толк в своем деле. До лепших детячих стоматолога Беларуси, что день приходит около двух десятков маленьких пациентов. И на кожных из них чулый урач знаходит частинку своей добрыни. Кожному окажет опомогу и даст пораду. В первую очередь это, конечно же, гигиена, хорошая гигиена, чистка зубов в два раза в день, исключение приема частого употребления углеводов, правильное питание. И периодически раз в полгода, не меньше, наблюдаться у стоматолога. Мария Кобец, Людмила Салзин, Александр Дьяченко, областные новины, Пинск.